Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Джозеф Кристиан Лендейкер, американский иллюстратор, известен созданием рекламных постеров для компании AeroColor и многочисленных обложек журнала The Saturday Evening Post. Многие из его работ находятся в музее Хеккен. Родился в Германии 23 марта 1874 году. В 1882 их семья эмигрировала в Чикаго. Будучи подростком, он работал в типографской фирме. На заработанные деньги учился в Чикагском институте искусств. Первой его серьезной работой стали иллюстрации к Библии. После изучения рисунка и анатомии в Чикагском институте искусств он и его младший брат Фрэнк записались в Парижскую академию Жулиана. Там они познакомились с творчеством Тулус Латрей, Жюля Шерее и Альфонсо Мухи. В 1899 году братья вернулись в Америку. В мае этого года Джозеф Кристиан получил первый заказ на обложке журнала The Saturday Evening Post. Так началось 44-летнее сотрудничество с самым популярным журналом страны. Джозеф выполнил для него этого журнала 322 обложки. Созданные им иллюстрации породили множество американских образов и традиций. Малыша, олицетворяющего Новый Год, персонажа открыток, образ бородатого Санта Клауса в красном костюме, традицию преподносить цветы на День Матери и взрывать фейерверки в День Независимости. В 1900 году Джозеф, Франк и их сестра Мэри переехали в Нью-Йорк. Там он работал со множеством изданий. Во время Первой мировой войны, в дополнение к обложкам журналов и рекламным постерам, он рисовал также плакаты, призывающие к службе для вооруженных сил в Соединенных Штатах. В 1920-е годы стали вершиной карьеры Лендекера. Самые знаменитые его работы были выполнены в это время. Современная реклама достигла официального признания и художник расценивался как один из выдающихся американских художников по рекламе. В 1930-е отметили начало его спада. Лендекер стал большим затворником, редко общался с людьми за исключением своей матери. Стал получать все меньше и меньше заказов. Последней иллюстрацией, выполненной Лендекером для Садды и в пост, стала обложка за 2 января 1943 года с изображением новогоднего малыша. Так закончилась самая прибыльная и знаменитая серия заказов. Биографы Лендекера описывают и образ жизни в юношестве и молодости как открыто гомосексуальный. Лендекер добился явных успехов в изображении однородно-мужской среды, раздевалок, клубов, примерочных, а также красивых молодых людей в позах, выражающих заинтересованность или обменивающихся загадочными взглядами. Лендекер умер 25 июля 1951 года, в своих владениях в нее росшили в результате сердечного приступа. Вот так вкратце из переводной википедии о американском иллюстраторе Джозеф Кристиан Лендекер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.